Внимание, черепахи! Оренбургские таможенники задержали на границе с Казахстаном живой груз невиданных размеров, а именно 8 тысяч среднеазиатских степных черепах, которые по вине контрабандистов находятся на грани исчезновения. Злоумышленники пытались переправить их под прикрытием пластиковых труб, не имея на рептилии абсолютно никаких документов. Таможенники конфисковали груз и даже клятвенно обещали вернуть несчастных в естественную среду обитания. Вот только куда разместить это полчища на то время, пока идет экспертиза и прочие бумажные волокиты, судьбой бедолаг озаботилась наша сердобольная Екстерина Киселева. Вскрывать битком набитые мешки, звучно высыпать содержимое таможенникам пришлось аж 16 раз. После понятным стало истинное значение фразеологизма «видимо-невидимо». Идем считать по-моему. Их все-таки сосчитали. Оказалось, по документам, оформленным на пластиковые трубы, через границу переправить пытались 8200 среднеазиатских сухопутных черепах. Документов не было. Везли из Казахстана. В товароспроводительных документах фирма-получатель была указана зарегистрированная в Казани. Сейчас таможня во взаимодействии с иными ответственными организациями ведет работу по возвращению черепах в их естественные условия обитания. Иные лица – это сердобольные преподаватели и студенты Оренбургского педа. Это они решили приютить полчища бедолаг в одном из своих спортзалов. Это они долго и упорно сортировали их по коробкам, чтобы юных к юным, зрелых к зрелым сначала грузили, после выгружали. Всего 200 было. 210 коробок. Половину увезли. Сейчас вторая половина. Каждую такую азиаточку эксперты оценивают минимум в 1000 рублей. Получается, совершенно неожиданно старенький спортзал превратился в настоящую сокровищницу. Сейчас в нем живого товара аж на 8 миллионов рублей. Жадных до легкой наживы оренбуржцев сразу предупреждаю. Объект уже сдан на сигнализацию. Получается, сейчас это что-то вроде охраняемой гостиницы для гостей из казахстанских степей. Пока одни гостей города расселяли, другие пробовали знакомить их с местной флорой. Признавались. Прекрасно понимали, на какую головную боль себя обрекли, связавшись с этими несчастными. Просто не откликнуться не могли. Ведь они живые, хоть и не светятся. Проясняется о том, что он несен в международную красную книгу. Это вид коммерчески уязвимый, потому что активно используется в коммерческих целях. Только чем и на что целый месяц, а примерно столько продлится вся бумажная волокита, кормить 8 тысяч черепах? К решению этой задачки уже подключились оренбургские волонтеры. Они даже успели создать группу в соцсетях. Так и назвали спасение степной черепахи в Оренбурге. Не помирать же им после всего пережитого с голодухи. Что черепахи едят? Ну, в первую очередь, конечно, сорная трава, одуванчики. Сейчас вот появятся листья подорожника. Кроме всего прочего, можно их кормить пекинской капустой. Белокочану нельзя, она выводит у них кальций из организма. Вот такой маленькой черепашке, например, нужно питаться каждый день. Черепашкам покрупнее достаточно, в принципе, через день. Но, тем не менее, на 8 тысяч черепах, одна черепаха, например, съедает один капустный лист пекинской капусты, к примеру. На робкие призывы уже откликнулись ученики и родители первой гимназии. Так что в ближайшие два дня черепахам голодать не придется точно. Надо сказать, испытания, выпавшие на их долю, все они перенесли весьма мужественно. К ним, как видите, уже вернулись и аппетит, и активность, так как норовят исследовать временный приют. Не поверите, шумят. Мы на себя, конечно, тяжкий труд взяли, около месяца этим заниматься. Но вторая цель, у нас очень прочные связи, научные, с коллегами из Казахстана. Мы уже связались на предмет того, чтобы после завершения всех этих дел вывести их назад и выпустить. Кто-то скажет, зачем так заморачиваться? Своих степей, что ли, нету? Есть. Просто для этих земноводных они не годятся. Слишком холодные. Да и целые полчища, ворвавшиеся в нашу экосистему, ее нарушат. Так что придется везти обратно. Екатерина Киселева, Вадим Доминов. Наше время.